Теперь поступаем к оформлению нашего будущего ангела и, конечно, феечки. Что мы делаем? Мы берем красную краску, немножко красного, куда добавляем немножко желтого и белого цвета. Перемешали и у нас получается светло-бежевый цвет. Закрашиваем полностью голову этим цветом и ручки нашей куклы. Также мы закрашиваем фею, не забывайте об этом. Теперь мы расписываем ей платье. Для того, чтобы выделить рукава, вы берете тоном или светлее, или темнее, чтобы у нас рукава не сливались с основной, с ее платьем. Так, расписываем. Или там, что у вас будет вылеплена птичка, там, или сердечко, тоже не забывайте. Что касается воротника, вы можете приклеить или тесемочку, там, ну, или можете сами ее взять и расписать. Или кружево тоже можно вот такими вот, там, или складочками приклеить. Насчет оформления. Если хотите, можете полностью расписать ее одним цветом. Я это уже говорила. Я просто вам рекомендую здесь что-нибудь изобразить, нарисовать. Как обычно, там говорят, там могут быть цветы, там какие-то домики, там может быть море. Ну, какую-то тему возьмите. И это можете показать на ее платье. Так она будет намного интереснее смотреться. То же самое касается и феи. После этого, пока вы будете расписывать ей платье, краска на голове уже высохнет. И вы расписываете ей лицо. Делайте ей глазки, бровки, носик, точкой просто вот это сделаете. И губки. Губки можете в виде сердечки изобразить. Потом вы берете нитки для волос. Берете, конечно, светлого цвета нитки. Берете, сейчас, две секунды. Вот так складываете лист в четыре слоя. Берете нитки. У меня вот такие серебристые. И наматываете на ширину бумаги. Когда вы намотаете нужное вам количество, то в середине перевязываете и снимаете с основы. Вот, тут я вот возьму, перевяжу, а вот эти кольца я отрежу. И у меня получатся вот такие. У меня вот получатся вот такие волосы. Вот такой парик у меня будет. Здесь намажу клеем, моментом или горячим клеем. И вот так приклею ей волосы. Видите? Если это у вас будет фея, то я просто вам рекомендую сделать волосы длиннее, чтобы можно было их потом заплести в косу. А в косы можно вот так просунуть цветочки, или какие-то бусинки, чтобы у нее такая красивая коса была. Сверху можете украсить или веночком, или какой-то короной, что вам больше нравится. Насчет крыльев. Крылья у ангела. Вот я вот такие сделала крылья. Я их сделала из этого. Из плотной бумаги. Ватмана. Но все равно бумага такая мягкая. Видите? И достаточно плотная. Я возьму еще одни крылья, вырежу. Склею их вместе. И только после этого я буду их расписывать. Надо их расписывать с двух сторон. Я хочу, чтобы у меня крылья были светлее, чем ее платье. Чтобы они хорошо выделялись. Я возьму или серебристую краску, или золотистую. Это в зависимости от цвета ее платья. И только потом я приклею ей крылья. Буду приклеивать клеем-моментом или горячим пистолетом. Если у вас нет красок, серебристых, золотистых, можете просто покрасить в белый цвет и нанести блестки. Будет очень хорошо смотреться. Так, у кого будут крылья феи? Крылья феи бывают как формы крыльев бабочек. Да? Вот такие не будут у вас крылышки. Небольшими они должны быть. Можете сделать их прозрачными. Это значит взять такую прозрачную ткань. Обклеить, намочить ее в клее. П-ва. Дать высохнуть этой ткани. Потом вырезать форму крыльев. И тоже побрызгать блесками. И приклеить к ее спинке. Вот. Вроде бы все. Я сказала вам. Все объяснила. У вас должны получиться очень интересные куклы. И я думаю, вы успеете к субботе сделать эти куклы. Пожалуйста, не откладывайте это дело на потом. Начните делать их сегодня. Чтобы к субботе у вас у всех были ангелы и феи. Ну, все на сегодня. До свидания. Я вас очень прошу. Пришлите мне фотографии ваших картонных ваз. На какой бы стадии они не были. И, конечно, фотографии ваших кукол. Это очень важно для меня. На сегодня все. До свидания.